здравствуйте дмитрий здравствуйте григорий ну давайте для нашего третьего собеседника что-нибудь скажем такое кроме такие зачем это давайте начнем с меня я работаю над теорией коллективного субъекта нужна она для того чтобы решать проблему проблемы разного рода в вот и субъект создается в масштабе этой проблемы о состоянии себе поставить цели собрать ресурсы для ее выполнение достижения выполнения тара находится где в новой зеландии по образованию закончил бауманку если по баланс к системе то это магистр в инженерии параллельно получил магистров но это был диплом администратор государственных структур то есть потом в японии учился на физика и защитил кандидатскую физмат наук потом переехал в новую зеландию руководить лабораторией ну смысле да и сейчас занимаюсь вот этой проблемой а лаборатория у вас просто была лаборатория конфокальной микроскопии в университете а сейчас я работаю в школе и пытаюсь организовать коллективный субъект на базе коллектива учителей есть предположение гипотеза что возможно наблюдение коллективного возникновение коллективного сознания при внедрении коллективного интеллекта пардон коллективной памяти сейчас памяти считается а это самое а вам за это за работу школа платят или вы это как-то на волонтерских началах но у меня там позиция за флабы в школе и то есть эта позиция позволяет как раз заниматься этой деятельностью а это лаборатория на про что как называется нет это просто поддержка учебной деятельности там собраны все материалы и оборудование для учебного процесса и я просто поддерживаю деятельность учителей ну то есть это обеспечение типа методист или это вы заведуете всеми приборами какими-то физическими приборах химиката материалы и вот как я говорил уже в нашей беседе то в прошлом году был практически закон была практически закончена оцифровка материальных ресурсов сейчас идет оцифровка методов и протоколов следующем году будет сборка учебной программы из того что у нас есть на руках не столько истыковка ее с государственной программы я живу в германии девяносто пятого года попал сюда я случайно приехал за с мечтой создать свою частную школу парного взаимного обучения примерно пять лет интенсивно в этом направлении как-то что-то действовал вот увидел что непроходимая совершенно вещь вот и перестал но тем не менее заниматься парным взаимным обучением я как начал восемьдесят восьмом году в петербурге где я собственно меняя с ним и познакомил один человек я там петербурге был две недели занимался вопросами профориентации то есть как бы сам себя образовывал ну вот и с тех пор вот где-то уже почти 40 лет я и занимаюсь профсамоопределением это у меня как бы побочное такое занятие но регулярно и постоянно и соответственно вот главная моя деятельность это воспитание через взаимное обучение я обучаю учителей сидя в германии в основном это учителя русскоязычные русскоязычном пространстве но и главным образом конечно в россии вот ну что сказать может что еще спросите тогда я скажу еще а так вроде хватит уже хорошо поехали дальше но если про образование вот вы сказали чтобы балмонт покончили я кончил мифи потом строительный институт потом повышение квалификации получил диплом системного программиста работал программистом системы четыре года вот еще кое-каким инженером я работал и сейчас я всю эту педагогическую деятельность осуществляю исключительно как инженер ну вот пожалуй это наверно тоже важно для нашего разговора теперь про ваш коллективный интеллект мне очень это интересно потому что но так если вот именно в таких словах сказать то что я сейчас делаю в школе номер 161 города зеленогорска красноярского края то это попытка вот такой же интеллект сделать но отличается от вашего что у нас там включены в круг этого интеллекта все соучастники учебного процесса то есть и дети и учителя и администрация и родители вот ну и еще мы сейчас повлекаем туда специалистов как инфраструктуру такую интеллектуально социальную вот то есть вот фактически происходит такая не коллективизация на базе школ но интересно занимайся этим год уже в этой школе по приглашению старшего методиста школы вот коту который опыт взаимного обучения и вот это вот парного обучения свой собственный уже был у нее на сегодня его 20 лет а год назад было 19 а пришла на школу не опыта было всего 15 лет вот этого парного обучения она так-то учитель истории но она вот сильно погружена в коллективное взаимное обучение давно давно вот и она меня позвала на помощь потому что они у нее плохо получалось коллектив учителей совершенно непробиваемый за пять лет работы сдвигов практически ну микроскоп только смотреть можно читать вы говорите о текущем моменте я говорю сейчас о моменте год назад когда она меня позвала на помощь а сейчас что у нас а сейчас значит я включился в июле прошлого года мы два месяца интенсивно вели подготовку и также интенсивно в течение года работали ну например одним из показателей нашей работы является около 90 записи видео разговоров с различными участниками этого процесса в том числе и со старшим методистом директором школах психологов школы с учителями школы с родителями но и не только мои разговоры но и их там тоже между собой вот всех этих участников они там плюс несколько документальных фильмов которые это время были сняты вот а сейчас мы интенсивно включили именно в управленческую работу всем этим процессом старшеклассникам старшеклассник это сейчас началось 15 августа сегодня у нас 25 сентября то есть чуть больше не хорошо то есть само движение идет за счет административного ресурса насколько я понимаю нет совершенно однозначно нет но директор относится к этому ну как я бы так сказал уважительно и где может как-то помогает вот методист соответственно тоже и она квалифицирована в этом деле это тоже большой плюс если бы не это ничего бы не было я бы так сейчас хочу на этом заострить внимание наших зрителей то если в школе вот такого благоприятствования нет то лучше не подходите близко даже да да хорошо так я просто хочу понять вот отношения в данном случае тогда методиста с коллективом учителей разное значит как обычно такой просто этот коллектив учительские указывал там свои какие-то опыт работы свои свои взгляды на то или другое на способы обучения или далее разное естественно объем опыта за плечами вот поэтому можно так сказать что примерно ну на это уже на мой взгляд когда я в этой школе ни разу не был физически а чисто дистанционно вот эта работа примерно процентов 15 учителей ну может быть со содействует еще процентов 15 со чувствуют и ни хрена не делают еще процентов столько же то есть 30-40 категорически против а еще остальные проценты там ну как обычно 80 на 20 ну хорошо да но это на текущий момент или да да на текущий хорошо ну в общем мой подход был совершенно другой у меня попытка чистого эксперимента это внесение элементов коллективной памяти и посмотреть что будет твориться с коллективом ну то есть вот за два года порядка десяти процентов учителей в принципе понимают о чем идет речь и но в процессе не участвует еще активно то есть стоит какой-то барьер а можно вопрос у меня попутно а это коллективная память она на сегодняшний день как как-нибудь осуществлена ее как-то можно руками потрогать обязательно то есть я ее называю долговременная организационная память и в отличие от кратковременной она не в умах людей она должна быть на физическом носителе в данное время физические носители это гугл драйв поскольку школа изначально до моего прихода сохранила свои документы на гугл драйве я разработал систему поддерживающую организацию вот этой коллективной памяти в структуре антологии то есть это древовидная структура с произвольными горизонтальными связями между узлами знаний о смотрите абсолютно совпадение с тем что мы делаем значит в этой школе это же гугл драйв да вот но так более-менее то есть мои документы ведем уже давно но они такие не были в систему собраны там каждый ведет какие-то кусочки обмениваемся ссылками иногда вдвоем редактируем что-то я считаю что антология нужна без нее не удастся привести всех в одно место то есть что здесь называется на на одну страницу по-английски а это важно и сейчас например я нахожу разного рода материалы разбросанные тут и там свожу их на одну страничку довожу это до сведения учителей но реакция доль никто не берет на себя вот этот труд упорядочить все это и привести к кому-то можно мне теперь да посмотрите я сейчас буду открывать свой экран ну вот значит тут у меня такой расклад ну я вот оттолкнулся вот от этого документа сейчас он загрузится вот вот это мой тут ну как бы личный документ алё крутись давай не крутится сейчас секундочку ну гугляй давай нормально штука выскочила сейчас я закрою вот значит мы делаем вот такую в каждом документе сейчас мы вводим такой стандарт вот здесь обязательно указывается кто редактор этого документа и там дана ссылка если нажать сразу можно выйти на связь с этим человеком там в контакте там ну где кому удобно в телеграме в фейсбуке и так далее а вот эта ссылка эта ссылка я правильно нажал промахнулся сейчас она ведет на предыдущий документ это вот то что вы говорите приблизительно я думаю значит значит этот документ веду уже не я вот вот это список специалистов таких как я и вот здесь есть два специалиста вот этот например живет в Белгороде а где остальные я не знаю но это вот в работе документ будут сюда подсоединяться остальные специалисты их тут около десяти и на самом деле что у меня сейчас что мне сейчас нужно мне нужна вот эта ссылка вот она то есть еще выше на ступеньку вот оба эти документа предыдущие вот тот который сейчас откроется его ведет десятиклассник его зовут Ваня когда он показал своему папе вот то что мы сейчас с вами смотрим папа сказал вау ну и так далее да да а папа очень уважаемый человек в городе понятно да вот и вот здесь вот соответственно по каждому вот этому можно сделать вот так я надеюсь можно ну как давай что-то нам слушается что там внизу это есть есть что-то все так оглавление а вот оно просто тормозное было то есть мы можем на любое вот это вот перейти и посмотреть что там вот вот это все ведет Ваня да ну и здесь вот какие-то пошли дальше ссылки там это все я его научил буквально вот сидя так вот онлайн он открывал документы и мы с ним все это налаживали систему ссылок туда-сюда обратно и так далее есть много горизонтальных ссылок всяких вот это не древовидная система и в этом смысле как вы сказали она имеет сетевой характер ну так конструкцию такую да да вот перекрестную всякую ну вот собственно это единственное вот все что я хотел показать то есть вот этот документ за этот документ отвечает Иван и соответственно он его ведет по каждому разделу деятельности есть ответственный ученик ну и взрослые тоже некоторые есть которые свои документы готовят Ванечке дают ссылки он их вставляет находит им нужное место вставляет вот сюда и дальше ниже он уже не работает понятно вот ну как сказать умеет вот этим всем пользоваться несколько человек из школьников постепенно учим также и взрослых что конечно происходит намного медленнее конец байк хорошо значит мне все понятно у меня структура на другой платформе это вики платформа и ой вы наверное уже можете развернуть это наоборот свернуть экран свой так тоже люблю все все хорошо замечательно значит на минуту что я хотел сказать до структуры ведется на другой платформе которая это вики платформа несколько лет назад я пытался перевести это на p2p вики то есть это чтобы все вот эти документы вся эта система она жила на персональных компьютерах участников и и была в виде отдельных файлов а не кусков баз данных как у вас вот вы показываете google docs а это куски базы данных гугла и если прерывается связь со школой например то прерывается все в нашем случае я сделал работу с документами в ордовских файлах с постоянной синхронизации этих файлов на дисках участников то есть если система вылетает то файлы остаются и их можно поднимать вот по той структуре как вы приблизительно показывали единственное единственное еще важное что ссылки я даю на по именам файлов для того чтобы их можно было потом находить через файловую систему ну понятно да вот смотрите вы сказали что вы делаете все на google драйве я так понял что вы делаете вот так как мы но оказалось что это не так тут мне что-то непонятно основная идея это переход к пи-ту-пи системам которые стрессоустойчивые или как сказать вот ну чтобы любые возмущения не оказывали влияние на эту то есть на функционирование этой системы ну понятно значит смотрите вот вот тот список что я вам показывал там где ссылка на специалистов там было две активных ссылки одна моя одна еще одного человека я про него сказал что он живет в Белгороде Петр Валентинович Петро Петровский по-моему понятно да 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 вот он инженер и как раз вот этим занимается такой системой то есть он сертифицированный специалист по сейчас вспомню как называется бэкфикс или какой-то вот такая система это какая-то мощнейшая система предназначенная для корпораций для внутрикорпорационного ведения документации вот и он сразу когда вот увидел мою за эту задачу он сказал вот в ней надо это все вести я сказал ну вы понимаете люди вообще не понимают слова даже структура документов ничего не этого нет давайте сначала да пожалуйста значит это методически или методологически эта задача решена то есть у меня оценка такая что большая часть коллективов находится в коллективных бессознательном состоянии с мифическим мышлением или мифологическим мышлением конечно конечно это значит что они ждут доброго дядю или волшебника которые им все расставят по местам значит этим ожиданием отвечает так кусок искусственного интеллекта который называется когнитивный помощник этот помощник должен быть персональным сидящим у каждого на компьютере и он и он должен на простраивать все вот эти связи в смысловом пространстве если человек готов работать со своим смысловым пространством то он будет с этим помощником этому помощнику помогать и он будет разбираться и строить эти вещи но по всей видимости многие к этому не готовы разбираться прежде всего в себе как как они сами думают а сами когнитивные помощники так или иначе они связываться уже будут в семантическом пространстве по смыслу друг с другом и находить в том числе те слова те образы которые резонируют с каждым участником коммуникации коммуникативного процесса у меня вопрос Дмитрий да вот эти помощники это же так сказать программные функционалы какие-то правильно да вы уже их используете или это только впереди и так сказать видится это впереди то есть я веду антологию то есть пришлось прийти к пониманию целостной антологии целостная это такая антология которая обеспечивает достижение цели в моей деятельности то есть если мы замахиваемся на решение глобальных проблем то антология должна тоже покрывать возможно большее количество отраслей областей знаний и таким образом вот все через что я проходил в ходе своих исследований я фиксировал свои личные антологии которые находятся в сети называется like and mind в этой антологии собирается разного рода информация включая по когнитивному помощнику то есть известные методы на которых он будет построен функционировать известные эксперты которые в состоянии его разработать до сих пор не нашелся тот субъект который в состоянии взять на себя материальное обеспечение ну то есть я вот уже набросал большое количество своих своего понимания к текущей ситуации наше общество находится в коллективно-бессознательном состоянии на уровне приблизительно дошкольного ребенка кто-то оценивает на уровне 11-летнего ребенка но это уже детали вот и бизнес поскольку этот проект проект инфраструктурный не находится бизнесменов которые в состоянии в него уложиться и собственно все наше государство оно там же вместе с обществом приблизительно находится то есть пока что ситуация такая ждем можно узнать наше это какое а я ориентирован на россию прежде всего я с места до местных государственных структур еще пока не как-то не дошел я здесь все еще все еще к чужому это уточняющий вопрос да я например тоже так вот живу как бы в России все время и соответственно планирую всю мою деятельность в рамках русскоязычного пространства то есть не ограничиваясь чисто границей для меня Россия там где человек предпочитает с другим человеком общаться на русском языке вот если он это предпочитает там где он находится там есть Россия для меня с моей точки зрения для меня вот ну ладно вот такие как бы небольшие уточнения а что касается коллективного интеллекта это очень классно это очень интересно насчет уровня развития равного там 6 лет я совершенно поддерживаю согласен и моя оценка будет но я не думал об этом как вы сейчас сказали я подумал и я попробовал назвать больше потом попробовал назвать меньше и мне получилось 106 на самый подходящий вот да так что согласен вот добавлю к этому еще я не помню я вам говорил или нет мы когда проводили учебу учителей летом в июне мы проводили в Терми там есть лицей номер 5 вот мы провели учебу учителей начальных классов у них очень большой лицей поэтому у них 5 параллелей 5 умножить на 4 ступени это 20 учителей вот мы их учили целую неделю по 2 часа в день но мы их фактически не учили поскольку мы владеем технологией работы в парах мы их просто сажали в пары давали им алгоритм и они сами учили себя это наш принцип мы им все равно пользуемся вот и там мощный мощный прошел процесс а я пока наблюдал за всем этим я понял как то вдруг вот так у меня прямо ясно так оно рельефно высветилось что прямо вот передо мной проходят стереотипы и что работа в парах она требует других стереотипов и я начал эти пары записывать вот был такой стереотип а нужно вот такой вот был такой а нужен такой и я быстренько накидал буквально там 5-6-7-8 этих пар а потом подключил мою партнерскую Елену Васильевну Волкову вот эта методиста школы в Зеленогорске и мы с ней вместе накидали 18 пар этот документ есть для нашего третьего я скажу что вот здесь под видео я дам ссылку на этот документ и каждый может почитать ну так вот собственно коллективному интеллекту можно сказать что учителя свой вот этот коллективный интеллект у них как бы базовый каркас этого интеллекта вот эти 18 штук стереотипов которые в левой колоночке нашей таблички вот и все а нам для того чтобы делать вот то что мы делаем в школе 161 нужен каркас который в правой колоночке больше ничего да ну это надо посмотреть да извиняюсь это очень грустная картина я вам скажу очень грустная а нет это нормально там самые простые вещи понимаете там самые простые вещи просто вот такие совершенно на бытовом уровне никакой там какой-то супер философии ничего нет ой григорий извините у нас ну принципиальные отличия по всей видимости то есть вы подходите с инженерной позиции а я подхожу как бы со средовой то есть я рассматриваю существующий коллектив как организм уже какими-то сложившимися там отношениями техническими средствами и прочим и моя задача это ввести какой-то элемент и посмотреть что с этим организмом будет происходить в какую сторону он будет развиваться и коллективный интеллект можно паузу смотрите фактически я это тоже что что вы сейчас сказали вот это мы и делаем в школе 161 мы будем только какой-то элемент а элемент это сейчас называется воспитание через взаимное обучение то есть мы говорим вот учительница второго класса она провела один урок когда дети учили друг друга в это время там была учительница из другого класса она это посмотрела ну и так далее понятно ну а мы там методическую поддержку вот это все начинает в школе происходить все остальные учителя как-то к этому вынуждены относиться ну вот и все собственно и мы смотрим что же дальше происходит с этим вот организмом коллективным и какой у него интеллект и куда он что с ним будет то есть разницы не вижу никакой да хорошо так теперь по по поводу интеллекта вот когда мы говорим о коллективе и интеллекта мы считаем проявлением сознания то по всей видимости коллектив сам должен участвовать в построении вот этих ассоциативных связей в явном виде то есть да то есть у вас по всей видимости это ведется но ведете возможно вы его при помощи того что я называю агентом памяти то есть этот человек который общается с другими членами коллектива и простраивает эти связи нет нет ну смотрите тут у меня две два довесочка сразу возникло значит я уже говорил что у нас каждый документ ведет тот кто отвечает за этот участок работы он ведет сам как он его понимает там кто-то ведет протокол когда у них планер он отвечает за протокол он его делает он его публикует он его хранит на него дает ссылки и так далее другой человек там занимается только работой со специалистами он с ними связывается получает о них документы архивирует их все вот это вот да ну что еще еще какая-то была вторая довеска и главное что для меня важно чтобы это дело включились в основном дети но и взрослые включились немножко раньше но очень таким ограниченным способом но то что они делают в этих документах фиксирует свое собственное а не за кого-нибудь это стоп я имел ввиду вот того старшеклассника который ведет эту систему меня интересует больше могут ли сами взрослые вернее учителя находить информацию которую которые они должны связать и сделать эту связку сами они это могут делать они в онтологии могут работать меня еще нет не умеют вот значит им нужен агент памяти для того чтобы им помогать вот этим агентом памяти должен стать когнитивный помощник ну наверное потому что извините потому что каждому представить отдельного агента памяти может быть тяжело особенно если это школьник как они будут у нас это я думаю у нас это решается легко потому что мы занимаемся парным взаимным обучением во всем хоть в управлении хоть в организации понимаете да хоть в обучении вот самого вот контента который в школе там по программе государственной должны идти упаковать себя в башку я это называю контентом вот они это называют программным материалом вот они не понимают вот даже такую вещь как там эту ссылку взять на вышележащий документ где ее взять у кого спросить вот на таком уровне но не приходится мне учить там сто человек я говорю слушай я вот рассказал этой Саше иди у Саши спроси она раз у Саши спросила Саша ей тут же показала а потом к Саше придвигает еще десять человек она говорит не 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 я вот Тане рассказал идите к ней понятно да вот и все поэтому у нас вот поскольку у детей культивируется очень медленно у старшеклассников очень медленно у начальной школы хорошо а у старшеклассников плохо вот это культивируем мы потихонечку выращиваем навык взаимного обучения взаимной помощи и у них уже начинается они там даже сами это делают когда уроки вместе учат да в этой школе вот что еще скажу значит в этом году у них три дня в неделю в понедельник среда пятница в понедельник собираются 2 десятых классов вместе в среду собираются 2 десятых и 2.11 классов вместе на три часа каждый раз и в пятницу 2.11 в класса собираются И они в одном пространстве 30 часа подряд занимаются взаимным обучением. Там же и находятся учителя, к которым они могут подходить за консультациями. Учителя могут сами свою активность какую-то проявлять и так далее. И это пока что еще только красиво на моих словах, потому что на самом деле все эти учителя, у них вот эти стереотипы, которые они вообще не понимают, как это взаимно что-то делать. Они садят их и начинают им читать, рассказывать тему. Как в классе. Понятно, да? И хоть телегой переедет, ничего не помогает. Поэтому в этом смысле плохо. А, второй довязок вспомнил. Это как раз вот то, что вы смотрели про электронную очередь, помните? Да. И про фиксацию и так далее. Дело в том, что это не просто теория. Это вот наша практика, вот этой работой, о которой я сейчас только говорил. В школе номер 161. Поскольку дети друг дружку учат, они, можно сказать так, упрощенно обмениваются квантами знаний. Вот. И эти кванты необходимо фиксировать. Причем очень персонально. Вот. Для этого мы привлекаем в нашу систему. Есть такой учитель, но сейчас он уже умер. Он был. А в Донецке был. Шаталов. Не слышали? А, да-да, конечно, слышал. Вот. Виктор Федорович Шаталов. Вот. Он нам придумал вот эти опорные конспекты. Вот мы их уже давно используем. То есть дети кодируют информацию в свои собственные личные персонифицированные образы. Что было плохо у Шаталова. Он навязывал всему классу свои образы. Они были классные, они были очень такие рафинированные, очень продуманные и так далее. Но беда была в том, что они были его. Дети их не персонифицировали. Не было этого процесса. Они просто срисовывали, чего он рисовал. А я сказал, нет, так не должно быть. И вот то, что вы видели в Е-учебнике. Товарищ Третий, алло, мы сейчас говорим про Е-учебник. Ссылочка внизу будет. Нажмешь там? Там 19 минут. Понял, да? Все. Значит, мы вот это используем, Шаталовский конспект. Но каждый, например, берет параграф, превращает его в значки. Потом по этим значкам рассказывает партнеру, а тот рисует свои значки. И есть такой процесс, когда они там большую тему, собранную на разных таких бумажках, в совершенно разных значках, объединяет и коллективно, уже работая группой, не попарно, а группой, делает вот такой вот супер опорный конспект по большой теме. Вот это вот и есть вот этот Е-учебник. Но они же все это делают на бумажках, в совершенно неприемлемом виде для кого-то куда-то класть. Ну, давай тогда я покажу свою часть. Да, конечно. Как ее расширить. А очень просто. Вот тут справа, там, вот где три значка, а правее еще через один, там, демонстрация. Уже в процессе, десктоп, старт-шеринг. Ну, в общем, это... Он уже... Вы уже видите экран? Да, загрузилось, да. Значит, вот я захожу в поисковую систему, то есть вход в эту систему должен быть один для человека. Подождите, вы заходите для нашего третьего и для меня, поясните, вы в какую поисковую систему зашли? Это, like and mind, это та платформа, в которой я антологию строю. Ага. Но это все прототипы, требования к платформе уже разработаны, только разработчика ждем. Значит, я просто постараюсь здесь сказать, что я перешел от браузинга, или как его назвать, вот хождение по ссылкам, к методу доступа прямого, к тому узлу знаний, которым мы хотим. Вот, например, мне сейчас пришло слово «квант знаний» в голову. И вот я прямо к нему обращаюсь и смотрю, что у меня там. У меня компьютер медленный, так что немножко грузится. Ну, ничего не у нас. Значит, я надеюсь, что я... Ну вот, видите, я тогда уже сразу параллельно и покажу, как я формирую облако тегов. Вот я ошибся с названием. Меня система поправляет, что сама вот та корневая правильная страничка называется чуть по-другому. Ой, господи. Я не то делаю. Это мне нужно просто вот так вот. И сейчас вот эта страничка, она, в принципе, является ссылкой на страничку правильную. Можно у меня вопрос технический? А то, в чем вы сейчас работаете? Это какой-то программный комплекс? Вы его купили? Или сами сделали? Это бесплатная для образовательных целей и учреждений платформа, которая называется PBWorks. Она базируется в Штатах, она через интернет, поэтому медленная. В частности, поэтому я хочу переходить на системы, которые общаются между компьютерами непосредственно. То есть все будет крутиться здесь. Ускорение всех процессов. Ну, хорошо, я понял. Спасибо. И то, что я здесь вижу на этой страничке, это ссылка на описание вашей системы здесь внизу. Но я не буду туда кликать, это просто копия страничек. То, что соответствует вот здесь, ну, у меня есть похожая концепция, которая называется информационные атомы на самом деле. И все это, вот тот более верхний уровень, это единица знаний. Сейчас в русском сегменте только две странички здесь. Но если мы идем в английский сегмент, то есть я там большую часть работы провел. Ну, там мы увидим, что вот по этой теме, по единицам знаний, у нас уже довольно много информации по нас собраны за все эти годы. Это представление в текстовом формате. Каждая ссылка, она идет, она связана с другими узлами знаний. Вот, и графическая часть, она представлена здесь. Это другая платформа, которая называется Debate Graph. Она на старых технологиях, но все еще работает. И вот здесь мы можем, ну, вот, извините, тут у меня сейчас, я попробую что-то подвинуть. Ну, это, эти вещи можно немножко увеличивать, там как-то немножко переструктурировать. Но система все равно не идеальная. Надо писать нормальную. P2P, система из коллективного интеллекта. И здесь мы можем ходить, вот, это относится к области управления знаний, но здесь уже совсем тесно. Потом это вот напрямую относится, вот, основная ветка у меня пошла к, просто к управлению. И там дальше я уже не знаю к чему. Управление почему-то к бизнесу, по всей видимости. А бизнес, вот, у меня лично, оно просто сидит на верхушке знаний. И если мы дальше совсем в мета уровень уходим, мы посмотрим, что здесь есть несколько сегментов, которые отчасти языковые, отчасти по странам. То есть, вот, есть сегмент по Новой Зеландии, по Соединенным Штатам, по России русскоязычные и так далее. Понятно. То есть, в каждой страничке есть еще, может, нет, не есть. Есть ссылка на графический вот этот интерфейс. И есть перекрестная ссылка, может быть, перекрестная ссылка на другой языковой контент, языковой сегмент, где информации может быть существенно больше. Понятно. Дмитрий, я смотрю на часы. Да, мне уже пора бежать, за мной уже тут заглядывают. Вот. Можно я две минуты еще потрачу, чтобы показать тоже одну вещь? Да, пожалуйста, конечно. Буквально бегло. Вот. Значит, эту вещь посторонний человек не может увидеть в интернете. Ее может показать только тот, кто внутри системы. Так, сюда он медленно грузится. Сейчас. Вот. Значит, это, собственно, экосеть. Вот она. Так, сейчас, минутку. Это от скайпа выскакивает, вот эта галкость. Сейчас я закрою. Так, это сайт экосети на гугле. А вот это должно быть экосеть. Вот, видите? Здесь можно делать вот так же, примерно, как вы делали. Видите? Да, да. Вот, значит, придумал экосеть я очень давно. Ну, лет, наверное, 15 назад. А может, и 20. Ну, в разных интерпретациях. Потом мы рисовали эти кружочки в ручном режиме. То есть, кружочек отдельно, палочка отдельно. Там, в середине эти прямоугольнички, это дела. То есть, идея экосети простая. Люди связаны друг с другом через дела. Точка. Вот здесь это материализовано. Значит, и Александр Розенжак из Израиля, он мне помог сделать на флэше. Вот, на этом самом, при программировании отдельно кружочки, отдельно палочки и отдельно дела. Вот. И мы вручную на экране их составляли, прямо двигая. Было очень здорово, интересно и, ну, полезно. А потом один программист увидел это и сказал, о, давайте я вам запрограммировать. Понятно? Да, замечательно. Вот он, вот он, этот программист. Ага. Это может идти как отдельный слой, вот, в нашей общей системе. Давайте уж называть ее общей нашей. Я только извиняюсь, у меня уже там торопит. Да, вам убежать надо. Хорошо. Спасибо большое. Секунду, секунду. Я перейду сюда обратно и мы скажем, друзья, до свидания. Ага, хорошо. Я извиняюсь, что прервал, так как вы не забыли. Я был очень, был очень рад с вами повидаться. Вот. У нас очень содержательная беседа. Да. Я уже знаю, кому я ее буду показывать. Замечательно. Только можно не показывать мои подушки. Да-да, я сейчас иду. Я не знаю, а где ваши подушки, я их не вижу. Ну, ладно. А то я краснеть могу даже на заказ. Хорошо. Хорошо. Всего, до следующей встречи. Спасибо огромное. Будем на связи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...